давно не было на северном секунде сейчас посмотрю что там есть ну там ничего обычно не бывает симпатичного интересного может может что-то увижу мне меня сейчас интересуют салфетки вышитые вязаные посмотри сразу предупреждаю разговариваю тихо и самом магазине я практически не разговариваю и если кто-то заходит для того чтобы послушать какие-то я не знаю непонятные комментарии от меня ну зашли тихо выходить если вам не нравится я не понимаю какие нужны комментарии если я показываю бренд показываю если он есть показываю цену такая скидка говорю вот сегодня 1 килограмм 350 рублей я уже вижу и 20 процентов по моему скидка да и 20 процентов скидка поэтому все остальное если что-то интересное я покажу я просто показать Так, меня интересует текстиль. Ух, смесь. Ну, такое состояние, конечно. Состояние, конечно, так себе. Цена 550 и минус 20% сегодня. Вот это убитенькая, конечно, но тоже симпатичная, 380. Сегодня она стоит чуть больше 300. Вот это бегать в кожзам. Вот они будут смотреть цену, но, похоже, кожа. Ага, тут еще есть. Тут есть еще, но здесь уже похоже. Так, пояса. Если пояс, то меня интересуют металлические фрагменты. Нету ничего. Так, ну, в платках вот этот симпатичный на аппликации, но у меня своих купленных в магазинах, по-моему. Симпатичная такая штучка, это я просто показать. Какой сарафанчик, фасончик симпатичный. А вот я нашла вышивка. Очень похоже, что это ручная вышивка. Если бы это был не шелк, я бы ее забрала чисто из-за вышивки. Просто шик. Но так как это какой-то искусственный шелк, конечно, она останется висеть. Лосина в отличном состоянии. Катоновая. Классная. 300. Сколько? 350, я говорила, за килограмм. Я не буду ее мерять. Но я такое люблю. Сейчас я ее покажу получше. Здесь темно, поэтому я прошу прощения. очень темно. Куртки разные. Как будто поленящие. Ух ты какой плащ. Винтажный. Хочу показать. Там увидела сицевые платьяшки очень симпатичные. сицевые платьяшки очень симпатичные. Сейчас я их покажу. Вот это симпатично. Вот это все навесы. Так. Меня заинтересовал вот этот след. Вот этот. И вот этот. А, и еще. Вот. И вот. Очень интересная ткань. Очень интересная, куда бы использовать. Рублей 150 зависит. Ну, заношенный. Заношенный. Пожалуйста, полочки какие классные. Можно использовать. Не видно тут так. Они такие интересные. Как всегда. Зашла посмотреть. Не удержалась. Ну, я уже говорила. Я собираю на юбку Боха. Всякие белые красивые вышивки. Ручной работы. Просто шитье. Ну, главное, чтобы это был Батист. Я хочу насобирать. Ой, шатаюсь. Я хочу насобирать на классную длинную длинную юбку. Многослойную. Ну, в общем, чуть-чуть прикупила симпатичную маечку. Ну, может покажу потом. Я потом, наверное, просто засниму все, что я на юбку уже насобирала. Как я потом все это буду в кучу собирать, не знаю. Ну, пока могу показать только то, что насобирала. Поеду домой. Пока. Обещала показать свои покупки, улов свой. Ну, я уже перестирала, дождалась утра, чтобы по хорошему свету показать. У меня плохое освещение. Дом стоит спиной к солнцу, как бы сказать. Хочу показать, что я выловила. Это я взяла на вес сарафан. Я знала, что Батист отстирается. Он совершенно был новый, но на нем было пятно. Ну, то есть ребенку одели. Это детский сарафан. Ребенку одели. Ребенок чем-то залил. И все, его отдали. Все это отстиралось. А так он совершенно новый. И на ощупь это слышно. И по виду было бы видно, что заношены вот тут по резинкам. по всем. Это сплошная ткань. Имитация под лоскутное шитье под петчворк. Из-за этого я, собственно, взяла. Ну и потому, что меня очень устраивает вот этот Батист. Я за ним охочу, за этим Батистом. У меня есть метров семь своего собственного купленного. И я не отказываюсь, если вижу в секунде, купить. Он очень хорошо идет в рукоделии. Он пригождается. И хочу показать. Вот такое я взяла навес. Да, кстати, сарафан. Я купила. Это был новый завоз. И он мне обошелся сорок. Нет, простите. Тридцать семь рублей. Тридцать семь рублей навес. Там 90 грамм затянул. Этот я сарафан купила тоже навес. Блузка. Это была блузка. С нее были срезаны все бирки. Она была совершенно новая. На ней была пластиковая петелька от ценника. Но все было снятое. Бирки были все срезаны. Видимо, какая-то очень брендовая. Ткань очень хорошая. Качество пошива было очень качественно пошито. Но я решила не срезать швы. Я ее распорола. Распорола и потом отутюжила. Но уже в процессе использования еще раз буду подутюживать. Поэтому, может быть, немного тут смотрю на камере видно. Получилось у меня вот такие мелкие обрезочки. Чуть-чуть совсем. Четыре вот такой полоски. Такие полоски четыре. Две кокетки, два куска. Я стараюсь всегда, если мелкие использовать, а как можно меньше резать. То есть, если будут покрупнее куски, то шитье какое-то будет более крупное. Что я там буду мастерить из лоскутков. Потом вот такого цвета. Это все была одна блузка. Потом вот такого цвета вот получилось несколько. Потом два рукава. Это два рукава. Так что такое мне пишут и пишут. И два вот таких больших куска. То есть, это спинка и перед, нижняя часть. Это такая была типа туника или блузка. Но это не платьишко, а именно длинная какая-то такая блузка по бедра. Это что касается цветного такого для петчворка. И я хочу показать то, что я на сумку уже насобирала. Сейчас покажу. Прошу прощения, не на сумку. На юбку я хочу сделать юбку боха. Это блузка. Такая этикетка. Я уже такие встречала. Женские вещи именно с такой этикеткой. И они всегда очень симпатичные, очень хорошего качества. Я не знаю. Нужно будет посмотреть в интернете, насколько она известная. Судя так, по количеству бирок, просто какая-то может быть не очень. Известная, но вещи сделаны качественно. Нет, больше не вижу. Ну, видимо простенькая изготовитель. Не очень известный. Или совсем не известный. Но у них всегда я что обратила внимание. Да, я и мужские вещи видела с такой биркой. Натуральные и хороший крой, хорошее качество. Ну, в общем, и сидят они неплохо. Она оказалась на меня как раз. Но я еще думаю. Ее можно пустить на верхнюю часть платья, эту блузку. А отсюда сделать кокетку. Потому как, ну, мне немного не по возрасту. Такая уж слишком прозрачная. И прямо отсюда выпустить тогда нижний слой. Прямо тогда это будет длинное-длинное платье. Я хочу очень длинное платье. И вот то, что я насобирала. Эта блузка совсем такая. Тоненький-тоненький батист. И вот я купила две такие скатерти. Ну, это тонкий ситец. Это, конечно, не батист. Ну, меня именно подкупило то, что на этой скатерти четыре стороны вот так вышиты. Это машинная вышивка, свободноходовая. То есть это не фабричная вышивка. И по центру. Потом придумаю, как использовать. Это я именно хочу на юбку пустить. Видела в интернете. Одна мастерица собирала. А это уже батист. Но здесь вышивка не имеет ценность. Ручная вышивка, но она не имеет ценность такая. Но здесь мне интересен именно край. Ну, я посмотрю, на какую длину я это отрежу. И размер скатерти позволит вот этот низ прям пустить полностью по юбке. Вот так можно углами все это и пустить. Ну, собирать я буду долго. Надеюсь, конечно, до лета собрать и уже пошить, показать. Ну, пока вот такая похвастушка, это то, что я купила на вес секонд-хенде. Эти два я купила, там еще были кусочки. Но я за все отдала что-то меньше 50 рублей, 30 с чем-то рублей. То есть две вот эти скатерти, там еще кусочки тканюшки. Три кусочка еще тканюшки небольших. А за блузку я отдала, она тоже на вес. 350 рублей килограмм был. Но завесила она, ну, понятное дело, там совсем чуть-чуть. Тоже я что-то отдала 30 с чем-то рублей. Поэтому я так думаю, в 200 рублей собрать юбку или даже это будет платье Бога я смогу. Потом буду хвастаться результатами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok